Уважаемые коллеги, спасибо за предоставленное слово. Тима Мазерна как левый поворот, социальная политика, социальный поворот, либо национальная катастрофа. Уважаемые коллеги, у нас антисоциальный поворот, и деградация экономики полным ходом, в том числе с этим. Давайте просто купим мазками, поговорим о цифрах, о макро-статистике. Например, давайте посмотрим на 30-летний период времени. Большой промежуток времени, на котором можно понять, что уже происходило. С 90-го года по 2018 год, согласно данным Росстата и Международного Волётного Фонда, Волновой внутренний продукт России по паритету покупательной способности за 30 лет выросли на 22%. Это с приписками, с манипуляциями, с вывозом из России нефти, газа, металлов. Драгоценных камней более чем на 4,5 триллиона долларов. С колоссальным вывозом денег офшор юрисдикций больше 1,5 триллиона долларов. Прошу прощения. Рост экономики 22%. Для сравнения, мировая экономика за 30 лет выросла более чем в 2,5 раза. Китай выросла более чем в 13 раз. Вьетнам в 8 раз. Индонезия, Малайзия, новые индустриальные страны, азиатские типы примерно в 6-7 раз. То есть Россия просто откровеннейшая аутсайдер. То есть деиндустриализация, нарушение социальной сферы, сокращение расходов на науку, на образование, обнищание населения прилипло потому, что экономика просто получится на месте в 30 лет, и среднегодовые темпы роста составляют меньше 0,4 процента. То есть это вообще не рост. Это просто 30 лет сферистической погрешности экономики не существует как таковой. Это при том, что, например, для сравнения Беларуси, у которой море проблем в критической зависимости от России, по энергоносителям, экономика роста практически в 2 раза. То есть где Россия и Беларусь, потому что Беларусь это чисто для импортер сырья, Россия действует экспортер сырья. Если мы посмотрим на структуру роста этого экономики, то станет совершенно понятно, что это рост, скажем так, экстенсивный, проедающий национальное богатство, национальное достояние, уничтожающий нарушительский потенциал. Ну для сравнения, инвестиции в основной капитал, без которых не может быть развития технологии, промышленности, модернизации, инновации, чего угодно, вот инвестиции упали на 45 процентов за 30 лет. То есть мы сегодня инвестируем меньше на 45 процентов почти 2 раза, чем 30 лет назад. Одновременно с этим чистый экспорт, то есть это экспорт минус гимпорт, то есть это вывоз всех сырья, нефти, газа, металла, драгоценных камней, цветы и прочих прочих, это примерно, вот он вырос в 2,7 десятых раз. То есть здесь колоссальный скачок. Тоже самое скачок потребления более чем в 2 раза. Причем мы прекрасно понимаем, что потреблять больше стали не мы с вами, не рядовые граждане России, не социально-худовое большинство, а представители наиболее богатого класса. Это, я думаю, что госпорпорация госбарков, это олигархи, это депутаты, сенаторы, представители партий жульков и воров. Вот у них в спотемлении все хорошо, оттуда уже яхты, мелочили, и виллы на руководке, осадники в плюсе, самолет улюбился. Значит, дальше. Давайте посмотрим на период, например, ну надо понимать в целом, что тексты были разными. С 90 по 98 год мы видели очень сильное падение экономической активности, мы видели падение экономики практически в 2 раза. Промышленное производство в 90-е годы упало практически на 60%, обрабатывающая промышленность упала более чем на 80%, то есть в 5 раз то же самое падение по инвестициям более чем в 5 раз в 90-е годы. С 99 года по 2008 год был восстановительный рост примерно на 90%, экономика обросла на загруженной производственной мощности, техническая база, отложенное потребление населения, глобальный сырьевой суперцикл, скачет цены энергоносителей, с 15 до 150 долларов за баррель, рост мировой экономики, развивающихся рынков. Из 2008 года, после первого глобального финансового кризиса, ну последнего в современной истории, экономика не растет вообще. с 2008 года по 2018 год, валовой внутренний продукт по предмету покупательной способности в постоянных ценах вырос всего лишь на 8%. Это с учетом присоединения Крыма. То есть, если рост российской экономики до 4,5% за последние 10 лет. Экономика 10 лет находит со стружной стагнацией. Например, китайская экономика за эти 10 лет выросла более чем в 2 раза. Значит, азиатская экономика выросла примерно на 50-70%, мировая экономика около 35%, даже Америка выросла там на 20%. То есть, мы и здесь на 10-летнем периоде являемся явными аутсайдерами, извращен очевидно, что те же самые люди, которые проводили разрушительную социально-экономическую политику в 90-е годы, которые, как я сегодняшний социально-экономический курс, ведут нас туда же. Не просто потерянное десятилетие, а потерянное тридцатилетие, потерянную целую эпоху, и хотят, чтобы чуть впереди было десятилетие, после потерянного всего и вся. Значит, за последние 10 лет, чтобы было понятно, не было вообще никаких драйверов для роста экономики. То есть, те же самые инвестиции в основной капитал, которые являются капиталообразующими инвестициями, вот они за последние 10 лет выросли всего лишь на 1%, всего лишь на 1% инвестиций. То есть, мы за это время вывезли нефтегаза на 2,5 триллиона долларов с остальным сырьем, мы отчетались о том, что валюта резервит 540 миллиардов долларов, у нас стало больше миллиардеров на 45 человек, у нас сегодня 1% самобогатых россиян контролируют больше 57% национального дохода, у нас 3% самобогатых россиян, это те же самые, спортеры сырья, чиновники и кооператив фойзера владеют 90% всех финансовых активов, это деньги и ценные бумаги, это банковские депозиты, а при этом инвестиции в экономике нет. При том, что у нас растут корпоративные прибыли, у нас рекордных плата дивидендов, у нас рекордный вывоз капитала из экономики, там за последние 10 лет чистый вывоз капитала, только по оценкам платежного баланса Центрального банка России, больше 780 миллиардов долларов. То есть в среднем погоду последний из них мы вывозим из страны 73-75 миллиардов долларов. Это больше 4,5 триллионов рублей. И при этом денег на инвестиции нет. При этом у нас износ основных фондов в российской экономике за последние 20 лет вставания с колен, уже при близких к Интерпутине, износ фондов растет. Был 37%, сегодня стал 48%. То есть вопрос куда делись эти колоссальные экспортные доходы, куда они ушли? Откуда взялся цифровый капитал и 1,5 триллиона долларов, да? Если там еще учесть люди, статьи платежного баланса, эффективную внешнеэкономическую деятельность, эффективное реликтование иностранных юрисдикций, то там вообще получается сумма огромнейшая. На практически вторая экономика вывезла сегодня за рубежей страны. И вот в этой ситуации слушаю постоянные сказки про майские указы, про национальные проекты, про ускорение, про увеличивание надуя, обгоним мировой экономики, в основном со смешком. Потому что понятно, что все, что сделано за последние минимум 6-7 лет, как у меня в этот последний период майских указов, все случается туда наоборот. Нам обещали с вами, значит, президент Путин в 2014 году не повышать налоги, не трогать налоговый режим, дать стимул развития экономики, промышленности и малому бизнесу. Что мы по факту получили? Мы получили введение десятка квазиналоговых сборов, туристический сбор, торговый сбор, телевизионный сбор, кадастрового оценка недвижимости, Платоны, Меркурии и прочие феодальные подати. Нам обещали не повышать пенсионный возраст, лично президент Путин говорил в 2005 году, и в году, что пока президент такого не произойдет. В 2015 году сказал, что как же так? Получается, человек платит налоги всю жизнь, потом деревянный макеттош поехал на платбище, сразу в могилу, через два года сказал, что, в принципе, схема неплохая, и почему бы не понять пенсионный возраст на 5 лет, если потом окажется, что 40% мужчин не доживут до этого пенсионного возраста, до пенсии, а 20% женщин тоже пенсию не видят. То есть, у вас получается мозг прекрасный. Будь патриотом, платив всю жизнь налоги, и умрем и молодым доживя до пенсии. Это, по-моему, действительно такая основная масса идеологических правящих властей. Значит, то же самое касается борьбы с без ценами на бензин. Мы последние десятилетия слышим, что правящие власти обещали допустить скачка цены на энергоносители, на бензин, на топливо, что это недопустимо, какое-нибудь должно быть, нибудь не обоснованного роста цен на энергоносители. Но при том, обоснованного не таить. Сегодня нефть стоит 62 доллара за баррель, точно так же на столе в 2005 году. При этом у нас курс рубля-доллар был тогда 25 рублей за доллар, сегодня 62-63 рубля за доллар. Литр и бензин стоил 17 рублей за литр, сегодня 50 рублей за литр. Вот он, собственно говоря, и суть экономической политики. То есть, все равно шоковая девальвация рубля, ценное обложение платежства особого спроса и покупательной активности населения, компенсируют западающие доходы крупного бизнеса, экспортеров сырья, максимизируются доходы тех же самых всех сырьевых гигантов, экспортеров нефти, газа, промышленных металлов, драгоценных камней, чего угодно. При этом само собой население оплачивает своего кармана. Мы же прекрасно понимаем, какая критическая зависимость от продуктов питания, от медикаментов, от одежды, от самков машины и оборудования именно по импорту. И само собой, что все это привело к тому, что экономика за последние 10 лет в условиях колоссального продукта ниже долларов, в условиях вот этих вот колоссальных валютных резервов в 540 миллиардов долларов, в условиях, когда 30 мировая экономика растет на 3% в год в году, мы вообще никуда не растем. У нас темпы роста российской экономики ниже среди мировых с 2011 года. И мы никак не можем из этой ситуации выйти. И в этом году совершенно замечательный результат. У нас по итогам 9 месяцев текущего года темпы роста упали в 2 раза по сравнению с прошлым годом. В январе и сентябре прошлого года 2,1%, в этом году 1,1%. То есть вот-вот приплыли на ровном месте и выходит президент Путин и говорит, что он доволен. Значит, Бористо Медведево, что они хорошо проработали с Орешкиным и Силаном, они спасли российскую коммуника от рецессий. От кого вы спасли? От себя, что ли? Или вы спасли наши карманы от просто зарплат? Какая может быть рецессия вообще в России, когда мировая экономика формально растет, нефть стабильно дорогая? У нас выходные профициты бюджета. У нас только в том году доходы превысили расходы на 2 триллиона 700 миллиардов рублей. В этом году за 10 месяцев превышение доходов на расходы на 3 триллиона 100 миллиардов рублей. У нас огромные средства лежат в использовании у Министерства финансов на счетах на больше 14 триллионов. И нам гораздо больше спасли от рецессии. То есть, на самом деле, с моей точки зрения, «Подводя и Бог сказано...» Сколько там у нас? Спасибо большое. Значит, ну, «Подводя и атакует...» Слушай, а почему все это тоже? Потому что вот вы говорите, что делать? А они ничего с ними не сделали. Вы принимаете решение? А потому что... Я еще раз говорю, при этой, при этой власти, при этой общественно-экономической формации, при этом кооперативе Озера, вы не смените ничего. Ни законопроектами. Ни тем, что компонент предлагает новый бюджет. Значит, развернение, одну минуточку. Значит, если мы хотим устроить здесь бардак, вы можете выйти, устраиваться там. Значит, еще раз. Значит, сейчас участники мероприятия выступят, и вы прекрасно сможете задать вопросы. Все, которые вас не слушают. Если кто-то обратил внимание, я свое время отдал выступающим. Значит, если вы хотите кричать, шуметь, там есть замечательная дверь. Я надеюсь, что вы сможете ей воспользоваться так и при своей эффективности. Студя, спасибо за это. Продолжайте, пока. Спасибо. Друзья, мы с вами говорим очень коротко, вот видите, что делать. Отделать только наоборот от того, что было сделано. Ставку НДС не повышает налоговости процентов, а снижать обратно. Дальше налог на малый бизнес, прогрессивную шкала МДФЛ законопроект уже 20 лет, сейчас в Госдуме. Четыре дня назад КПРФ справедливая Россия вносили законопроект о поведении прогрессивных шкала МДФЛ на богатых, единая Россия отклонила. Как бы выяснить, не может пойти эту ситуацию раскладывать. У вас нету большинства парламента. То же самое по всем мире Платонам, Егаисы, Меркуриям, оплатным дорогам, оплатым парковкам во дворах, эта система нам будет жрать дальше. Страну, общество, людей, малый бизнес, социалку. За последние два лет закрыли пять с половиной тысяч школ больниц, поликлиник, два за семь тысяч школ были оптимизированы или объединены. Самые низкие расходы на образование, здравоохранение, науку в России, среди всех стран УСР, экономические развитые страны. Продолженная жизнь в России, мы 120-е в мире. И это не изменится. Ситуация до тех пор по добросу причине, что правящим мастерам это не нужно. Им это просто не надо. Мне не нужно обшор на листократе, мне нужно к оперативу озера кормить тех, кого они считают своей чередью своими и крепостными. Поэтому еще раз здесь как бы вопросом, что мы констатируем факт, мы показываем негативную картину, мы даем научно Мостова со статистикой, с цифрами, фактуру, все было понятно, сколько доставов мы валимся. А дальше, простите, где у нас были люди на выборе? Почему Московский городской думал? У нас было явно 21%. 21%! Вот это все устраивает, и реки с шашлыками, не знаю, сидели в каблаках, в барах. Почему люди не пришли на голосование? Почему люди не входят на милинги против пенсионной реформы? Почему в том году тогда КПРФ или Патриотические силы проводили милинги против пенсионной реформы, пенсионного грабежа на уровне около 60 тысяч человек? Я думаю, что вам вопрос, вы там вылезли? Я был на всех милингах, но на всех видео я на выступлении. Я прошу прощения, как послал. В Чили мысли полтора миллиона человек в Сантьяне, в принципе, уехала на Славку Сурии за неделю. То же самое в Бразилии, то же самое во Франции сейчас ставим пенсионный реформ. Поэтому еще раз, не надо на зеркало вменять туловую гребу. От нас на них зависит так. Это слово под права. Итак, это то, что мы потом находимся. Спасибо.